Капа, значит, это девушка, с которой я познакомился в областном городе, куда меня закинула писательская судьба. Товарищ оркестр, давайте поиграем. Капа немного учится, немного работает и очень любит искусство. Я таланток различных поклонница, я искусство люблю дивный мир. И за мной, ведь никто не угонится, если нужно добыть сувенир. Периферийная девчонка, ничем не замечательно, но я могу быть очень тонкой и даже обаятельна. Я таланток различных поклонница, я искусство люблю дивный мир. И за мной, ведь никто не угонится, если нужно добыть сувенир. Коли захочу я взять на память предмет какой-нибудь домой, Я очень быстро справлюсь с вами. Момент и сувенирчик мой. Можно, Васька? Пожалуйста, вы пришли посмотреть мою коллекцию. Да, просто весь город говорит про нее. Вот, смотрите, ага. Да, слушайте, где-то я вас, по-моему, видела. Ну, это трудно сказать. Где же я все-таки его видела? Ну что же, начнем, пожалуй, осмотр, да? Да, пусть будет. Ну вот, на стенах вы видите портреты моих любимых артистов в ролях. А это их фотографии в жизни. Ну, которые с надписями, те вот на комодике. Вот, а которые без надписями на этажерке. А где вы их столько насобирали? Ну, как где, на их гастролях, конечно. Если к нам в город приезжает актер, то пусть он будет какой-никакой, а я из него подпись вышибу. Да, молодец. Да, вот, например, видите слева, Юрий Никулин. Так вот он мне надпись давал у входа в бассейн. Куда? В бассейн. Шел обыкновенно с чемоданчиком купаться, а я к нему зашла с фланга. Ну? Вот он карточку положил на чемоданчик и написал, как миленький. А, молодец. А вот это? Что-то вы очень иронически как-то на меня смотрите. Да нет. Вы, может быть, думаете, что это все глупости, чем я занимаюсь? Это мое хобби. А? Вы знаете, что такое хобби? Нет. Ну, это индивидуальное увлечение каждого. Я, например, думаю, что меня очень скоро пригласят на телевидение. Вы там знаете, есть передача самоцвета. Это я видел. Ну, вот туда приглашают все, кто что-нибудь коллекционирует. А, я коллекционирую артистов. Молодец. Ну, вот, например, это самый строгий из артистов, Игорь Ильинский. С нами зрителями не разговаривает. На звонки и суки двери не открывает. Но у меня его автограф имеется. Я его захватила на почте. Только он подал, как сейчас помню, заказное письмо. Я тут как тут. Так знаете, он даже зубами заскрипел от злости. Но он отписал мне карточку. Молодец. Да. А вот это очень тоже смешная артистка. Аросева Ольга. Ну, это была очень смешная история. Вы знаете, я к ней пришла вновь, как будто я маникюрша. Ну, сами понимаете. Как схватила ей ножницами по пальцу. Она говорит, девушка, что вы делаете? Ну, я ей призналась. Она, конечно, тут же карточку дала. И надписала. Так, а вот это у вас что? Вы знаете, иногда я не то приходится делать, чтобы получить от любимого артиста, как это теперь стали называть, сувенир. Вот на пример. Акурок Вицына, Георгия. Но ведь вы знаете, артист, когда его допурил, то он вот так его кверху подбросил. Акурок возьми и упади на крышу сарая. Ну, я, конечно, лезу. Все себе чулки ободрала, понимаете, чуть не загремела. Но зато опорок мой. Ну, ценный вещь. Срочный. Да. А еще что? Чтобы вам еще показать. Вот, например, письмо от артиста Пуговкина, 16-е. Вот тут он его просит больше не беспокоить. Но на 15 писем он мне все-таки ответил. А вот это каблучок отломанный. Тоже Пуговкин каблучок. Нет. Каблок как раз лично мой. Но когда я его отломала, когда подползала во двор гостиницы, чтобы все-таки пробиться к артисту Ростиславу Пляту. Пробилась? Ну, как же. Вот кусок его галстука. То есть как кусок? Ну, так. Понимаете, я отрезала, пока разговаривала с ним в коридоре. Он ведь меня в номер к себе пустить не соглашался. И на память ничего не давал. Тогда я взяла чик-чик и отрезала. Так вы ему испортили галстук. Ну, почему испортила? Ведь если галстук повязан, это же не видно. Я отрезала с узкого конца. Ну, может быть, я не знаю. И у вас какие тут сокровища? Ну, вот. А это, например. Да. Да, это вещичка, товарищи. Галоша. А чья же это галоша? Самого Бориса Андреева правая. Молодец. Ну, просто браво. Хорош. Вы знаете, у меня много всяких еще интересных вещей тут есть. Вот, например, слокончика с патуков. Вот. Ими пользовалась артистка Екатерина Райкина. Так. Вообще хорошая артистка, но слабая. Чем слабая? Вы знаете, как она испугалась, когда я ей сунула голову в окошко ее номера? Она на первом этаже жила. Ну, зачем на первом, на третьем? Ну, какая разница? Я по трубе подтянулась, а там уже до окна по карнизу пройти всего метров несколько. Понимаете? И потом я же не влезла так, понимаете, сразу в номер. А так только сунула голову и спрашиваю, можно? Ну, а на что? Ну, что, я говорю, слабая артистка завизжала, руками замахала, кричит, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, я как раз этот пузырек и сувенирила. А много вы себе на сувенили? Ну, вот вся коллекция. Молодец. А вот в этой шкатурке что-то у вас. Не трогайте, пожалуйста. Вы знаете, это у меня волосы. Чьи? Вот я не знаю, чьи. Не то Инна Макарова и не то Любови Орловой. Понимаете, у меня сначала были волосы от обеих артисток. Ну, мой младший братишка сюда залез, все у меня переворошил в моем музее. Я теперь просто не знаю, чьи это волосы. А раньше-то чьи были, точно. Ну, какого я прям не понимаю. Ну, не то Инна Макарова и не то Любови Орловой. Ну, по артистку Любовь Петровна Орлова, знаете? Ну, конечно, как же, она играла в сценарию, в фильм, по моему сценарию. А по какому? Вот светлый пункт в картину, вы видели? Видела, видела. А вы тут при чем? Ну, я написал сценарий. А вы не врете? Нет, ну, вот проверить же можно. Да? Да. Ага. Нет, ты, капчик, вы все. Папа, все, куда вы? Чего же вы дверь запираете? Нехорошо. Умоляю. Стоп. Ради моей коллекции. Чего? Ради Любови Орловой кусочек бороды. Маленький. Да нет, она мне сама. Что вы? Она мне самому нужна. Вы знаете, так сделают. Отдайте мне ключ, и вместо моей бороды я открою дверь, и сюда придут все ваши любимые артисти сами. И примут участие вот в нашем спектакле. Договорились? А вы не врете? Ну, честно говоря, клянусь моей бородой. Аккуратно. Связайтесь со стула. Пожалуйста. 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 Пожалуйста, артист. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста. Сюда вы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вот, Ростин. Это капа. Вот она хвастает, что у вас галстук отрезала. Ну, честно говоря, я момент отъятия у меня галстука не очень хорошо помню. На всякий случай, с тех пор ношу жилеты. Или вот, как сегодня, вот такой тут, сколько ни отрезай, всегда останется. Но зато, да, в моей памяти свежи воспоминания о ряде случаев, когда было очень неловко, Виктор Ефимович, вот за таких доклонниц, как капа, очень неловко. Ну, не при капе будь сказано, зритель нам... Уничтожить его. Можно? Спасибо. Зритель нам необходим. Вы же сами это понимаете. Если по ту сторону рампы, или в залах кинотеатров, или у экранов телевизоров зрителя нет, или зритель не воспринимает нас, не сопереживает нам, то наше актерское искусство просто не состоялось. Потому что играть для самих себя, это дело, как вы понимаете, малополезное. Но ведь речь идет о заинтересованном, уважительном, серьезном отношении зрителя к нашему творчеству, к нашему труду. И, к счастью, день ото дня в нашей стране количество вот таких квалифицированных зрителей растет. Ну, а что касается, извините, капы, эта зрительская формация тоже еще существует. Водится, так сказать. Почему Виктор Ефимович Ардов так метко ее и вывел для обозрения. Водится, но я убежден, она на пути к вымиранию. Так что в скором времени вот такую капу можно будет увидеть только в качестве музейного экспоната. Извините. Спасибо, спасибо, Ростислав Янович. Мы с удовольствием выслушали вашу лекцию. Могу еще что-нибудь? Спасибо.